...товар долговременного пользования при производстве этих товаров или при импульсах, общий объем, теперь я называю конечную цифру, утилизационный сбор по стране должен составить 300 миллиардов рублей. Теперь я вам могу ответить на вопрос, хватит ли таких денег для того, чтобы перерабатывать отходы по технологии разделить? Если мы с вами умножим, разделим норматив 300 кг в год на человека, это у нас общероссийский норматив, мы с вами поймем, что вот этих 300 миллиардов рублей в принципе достаточно для того, чтобы перерабатывать отходы, и мы когда перемножаем отходы, получается где-то 3000 в среднем на фон. Чтобы было понятно, 3000 рублей на фон у нас возникает плата. В Европе, в дорогой Европе, с другим коэффициентом покупательной способности 100 евро за тон. Т.е. мы платим как бы два раза меньше, но у нас и зарплаты меньше, земля стоит меньше, у нас все стоит меньше, соответственно, денег этих, которые мы должны по нормативу платить, должно слихвой хватить, чтобы раздельно собирать отходы, использовать для вторичного использования пластик, бумагу, металл, для того, чтобы безопасно захоронять оставшиеся отходы, пластиковые, кстати говоря. Друзья, почему им нужны мусорожигательные заводы? Потому что в схеме федерального закона об отходах производства и потребления региональные операторы работают на территории, выполняя конкретно измеренные экономические функции, там законы правопрактически какие, и украсть деньги сложно, потому что формируется для них не как сейчас по тарифной сетке, куда даже инвестиционный налог, доход, как инвестиции писали нам, чтобы платить, а через федеральную субвенцию, писанные деньги все за выполнение функций, более того, из года в год, те региональные операторы, которые повышают объем переработки, получают больше денег, кто больше захоронет, получают меньше денег. Но любое воровство ВР, то есть схеме по федеральному закону об отходах производства и потреблений, тюрьма для чиновников и для тех бизнесменов, которые решили украсть эти деньги, потому что это деньги федерального бюджета через субвенции, через субъект, доведенный до рекоператоров. Конечно, это никого не устали, поэтому нам повышают тариф. Мы с вами переходим в состояние коммерческого финансирования, и если даже они украдут наши деньги, идите в суд общей юрисдикции, доказывайте не должность межхозяйственных отношений, не федеральное регулирование, а наши сами частные случаи, выбранных для нас государственными органами операторов отходов. Но и этого их мало, потому что, получается, субвенцию они должны были все-таки сортировать, а будучи независимыми, они могут вывезти и купить за границей некое количество металла, которое объявляет мусоросжигательными заводами, и оставить там в том числе свои комиссионные. Если вы думаете, что я чего-нибудь догумываю, поверьте, я глаза в глаза разговаривал с десятым губернатором, с несколькими федеральными министрами и с очень многими людьми, которые являются бенефициарами этой схемы. Когда писал еще закон, меня вызывали, меня приглашали, ко мне приезжали, я знаю намерения огромного числа низма. Но сейчас не о персоналях, а о системе. Впервые система коррупции такого широкого масштаба делается ими публичной. Впервые она затрагивает наши с вами интересы. Но и впервые они реализуют прицеп, разделяя власть. Вот это о нашем гражданском сопротивлении. Привожу пример. Мы знаем очень сложную ситуацию, когда многие жившие вокруг полигона Малинки поднялись и сказали, нам не нужен полигон на территории Москвы. Я видел в день всероссийской акции, как собирались люди на таганке и говорили, нам не нужны сортировочные перегрузочные станции внутри Москвы. Я живу, и кто меня знает, знают, я живу напротив мусора сжигательного завода номер 4 в риелторе с ангадом. Весь отход, который не перерабатывается внутри Москвы, весь отход, который не сортируется внутри Москвы, сжигается у меня на глазах. Я вижу эту трубу в собственной Испании, могу показать вам фотографии, я там иногда по утрам фотографирую. Понимаете? Ответственность должна быть на всех. Нам сейчас предлагают главную игру, и мы все в ней участвуем. Москвичей, которые не имеют дач за Москвой, ставят жесткое противостояние со всеми остальными. Они говорят, увезите от нас отходы. Мы не хотим иметь своих промзонных мусоров и переработку. Мы не хотим видеть мусорные машины, которые здесь раздельны, возможно, в разных площадках. Увезите все из Москвы. Им того и надо. И если правительство Москвы хотело построить в Малинках, и были на это зарезервированы деньги, то нашлись люди, которые сказали, нет, не надо строить в Малинках. Как вы думаете, кто профинансировал компанию, чтобы не строить мусорную переработку в Малинках, на удалении от Москвы, на расстоянии 50 километров? Нет. Те, кто строит мусорожигательный завод, рядом, по сути дела, через 20 километров на Рафаминске. Разве можно не быть такими слепыми? Вы что, не видите? Мусорная переработка, я вам сейчас скажу, вещь сложная для первого взгляда понимания, но вы должны ее осознать. Если я сейчас разобью бутылку, здесь, вот так разобью, она, конечно, является мусором. Но с точки зрения воздействия на окружающую среду, даже выброшенная на газон разбитая бутылка, не загрязняет окружающей среды, потому что что это? Оксид кремний. Понимаете? И даже пластиковая бутылка, внимание, я обращаю вас внимание, вот пластиковая бутылка стоит. Каждый может провести дома эксперимент. У кого есть дети, положите пластиковую бутылку с водой либо бет, на шкаф, ну, чтобы ребенок просто не проглотил. В игрушке. В игрушке вы можете особо не так расплавить игрушку, а смазываю. Вот игрушка ровно из того же материала. И годами ваши дети будут сидеть рядом с пластиковой бутылкой, и ничего происходить не будет. Но попробуйте положить ее в бедро, сжечь, наложить на нее мокрый фильтр в виде одеяла. И поверните одеяла, посмотрите, что получится. Мусоропереработка и окончательное удаление без термического сжигания являются наилучшей технологией. Да, нужно обустраивать полигоны, о них отдельно поговорим. И как нужно обустраивать и чего делать нельзя. Но вы должны понимать, нет большей ереси, чем мусоросжигание. Это противоречит всякой физике. Все, что не осталось за лево и дело в небо. Улетело, превратившись в яд и для нас. Любой мусоросжигательный завод, он не превращает наш с вами сжигаемый отход в зефир. Так вот, чтобы не тратить бензин на доставку до мусоросжигательных заводов, для того, чтобы не вести спрессованный, испоганенный мусор до больших, крупных заводов, которые нам кокон построил по всему подмосковью, нужно строить на площадках внутри столицы. Нужно строить промышленную зону. И тогда не будет в Некрасовке, в Кожухово и Новокосино шипеть, мусоросжигательный завод, сжигая елотов, железнодорожный и Люберск. Я обобщенно говорю по этому узлу, каждый может пересчитать на себя. И если в Сергиево-Пасаде, для того, чтобы вытворить весь Сергиево-Пасад в объеме переработан, достаточно нам мусороперерабатывающий комплекс, подчеркиваю, внимание, на 60 тысяч тонн по году, стоимостью, цифра, задумайтесь, 200, максимум 300 миллионов рублей, да, с хорошим офисом, там еще платить надо за офис, но этих денег хватит, чтобы переработать отходы всех жителей Сергиево-Пасадского района. Но вместо этого нам везут отход из Москвы. Для этого не строят полигоны в Малинках. Поэтому проплачивают, будете смеяться, мусорный полигон. Куча, чтобы основать строить мусоросжигательный завод. Вы вдумайтесь. Да, конечно, они не в Малинках. У меня просьба, у нас много желающих. Очень интересно, но правда, хотите, чтобы сделать дыр. Хорошо, скажите. Так вот, сейчас, пока они воруют на сокрытии полигонов, на как бы рекультивации, запуская незаконные факела, выбрасывая эквентраты на тело свала, но главная их задача нас разобщить. Я провел много сражений экологических. Я не привык проигрывать в них. Я верю, что в этом сражении мы победим коррупционеров и негодяев. Для этого мы должны иметь абсолютно четкий взгляд на происходящее. Большое спасибо. Спасибо большое, Максим. Очень много сегодня проистей, не знаю, что в Казахстане, даже в других регионах, но мы понимаем, что эту проблему... Продолжение следует...